вот себе сваляла вот такие папочки не еще без подошвы хочется весны и тут вот веточка мимозы сейчас покажу как я это делала для того чтобы сделать такую веточку мимозы нужно нарисовать вот я мелочком нарисовала произвольно то что вам хочется то каждый и рисует можно делать одинаковые можно делать принципиально разные но я попробую сделать одинаковые вот используем мулине номер вот такой зеленый номер номер 391 можно и потемнее сделать но на моих но на моих не видно на моих тапочках не так не видно но для того чтобы сделать такой рисунок нужно разделить нить мулине вот она вот такая тут здесь 5 ниточек я разделила на 3 нет на 2 ниточки и на 3 ниточки я буду пользоваться тремя ниточками также для вот таких вот цветочков у меня есть просто пряжа хлопок была у меня такая пряжа я намотала вот такой можно из мулине делать без разницы просто у меня был желтый цвет и он мне достаточно нравится красивый такой солнечный наматываем вот такую вот длинную колбаску или как это можно назвать и берем ножничками и завязываем завязываем где-то на расстоянии сантиметра друг от дружки сначала завязываем край для какой цели мы потом перерез будем перерезать и будут вот такие помпончики думаю помпончики делаю для все либо знают что это такое поэтому так вот крепенько очень крепенько завязываем так как это будет на тапочках поэтому нам нужно чтобы это хорошо держалась это будет не картина не что-то там еще и завязываем где-то может быть полтора сантиметра но не знаю вообще-то все зависит от того какой величины вы хотите помпончик вот и все а там как как хотите но вообще-то у мимозы небольшие цветочки поэтому я делаю такие небольшие но с другой стороны если вы потом поймете что вам нужно больше сделайте немножко запас обрезать вы всегда можете цветочек а вот добавить нет и таким образом крепко завязываем на два узлика и так всю вот эту длину потом получается я сейчас покажу по всей длине вот так вот завязываем но опять-таки можем сделать такую длину сколько нам нужно этих пумпончиков кто-то больше кто-то меньше это в общем-то как говорится художник видит так потом вот обрезаем здесь и обрезаем вот так вот посерединке получается и вот у нас получился такой малюсенький пумпончик вот с одной стороны у нас получился он побольше с другой поменьше это вот то что я говорила я хочу поменьше поэтому я возьму и обрежу вот и потом мы будем их пришивать не сейчас вот таким образом вот он так вот будет вот так вот будет стоять не в бок а вот прям ставим как стопик сена и вот так вот пришиваем и вот они у нас будут может быть даже сюда куда-то один и добавлю вот сюда например вот наверное сюда я его и добавлю или не будешь добавлять тут это же потом посмотрим ну в общем то вот так делаем пупом пупом пончики шьем для того чтобы прошить для того чтобы нам прошить веточку здесь завязываем узелочек войлоке его можно легко протянуть то есть сейчас мы померяем а где у нас здесь заканчивается но здесь ответ на а чё она получается с чем тогда сейчас веточки прошли я завязала узелок и обрезаю его прямо так вот и начинаю шить не от начала веточки от конца веточки потому что когда нитка у меня достаточно длинная насколько ее хватит не знаю но я могу еще часть веточки какой-то прошить тогда завернуть а если я сюда дошла то все тупик как бы ее нужно обрезать начинаем шить то есть посмотрим примерно где-то вот отсюда получается у меня это так потому что здесь будет еще вот желтенький цветочек у меня и начинаем шить вот как бы в обратную сторону вот так вот сначала нам нужно узелок спрятать в принципе если потянуть в шерсти можно спрятать но он так немножечко выглядывает но нам это не не влияет и начинаем шить вот как чем как назад получается этот это первый стежок у меня будет у меня нитка все время идет за 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 иглой она у меня ложится и вот я так вот поддеваю по нарисованной линии и опять в ту же дырочку практически ну или рядом вытягиваю и вот у меня получается вот такая веточка тогда конце так прошиваем в принципе все такой шаг может быть сантиметр вот так не знаю это вышивка рококо называется или нет пошел рококо там немножко по-другому ну виточки в рококо точно также идут ну и так мы прошиваем все я прошила до конца веточку вот две веточки и вот получается у меня нитка большая а веточка закончилась теперь я буду шить листочки я специально так сделала чтобы листочки мы шьем вот таким образом здесь мы шили как в обратную сторону а с листочками по другому мы уже шьем их прямо и получается размер листочка будет ровно такой какой у нас вот здесь захват ну вот примерно у меня может меньше сантиметра может немножко больше можно тут опять таки каждый делать сам и вот у нас получается игла проходит внутри петельки вот игла проходит внутри петельки и вот смотрите образовался вот такой у нас листочек сильно затягивать не нужно потому что иначе он будет плоским и вот здесь получается у нас из этой петельки образовывает вот куда откуда мы вышли туда же мы и заходим но все себе всю процедуру делаем внутри войлока мы стараемся пропихнуть протащить его туда где у нас будет следующий листочек ну то есть ниже немножко в какую-то одну сторону ну вот она вышла в эту сторону пусть будет в этой стороне сейчас неудобно короткая иала и вот смотрите сейчас об и сформируется у нас листочек и вот такой у нас будет листочек вот такой сильно не затягивайте потому что будет некрасиво и вот как бы такое утолщение теперь мы идем так как листочек вот по направлению вверх протягиваем иглу внутри войлока опять таки на расстоянии листочка какого какой мы хотим и внутри петельки протаскиваем иглу и вот у нас получился листочек теперь мы там где вышла нитка мы туда же и заводим наш нашу иголочку немножко выше внутри войлока теперь поворачиваем и делаем в эту сторону листочек внутри войлока вот в петельку его вот так вот проводим это у нас будет листочки и так принципе мы делаем это по по всей веточки вот как вот я здесь делала вот так вот по всей веточки и делаем опять сюда туда где вышли туда же и заходим но теперь немножко дальше и нужно заходить прямо возле веточки можно еще чуть дальше если вы хотите редкие эти листочки может быть пинцетом либо плоскоупцами подавать если вы хотите редкие листочки а его не хватает тоже ничего страшного вот мы вытащим почему нужно до того как пришили подошву я могу загибать как угодно а когда я подошву пришила я уже не могу сгибать вот смотрите что делать если я хочу например дальше листочек или вот здесь это и все будет я опять туда где ввожу и провожу внутри войлока и никто не видит где у меня вот я например хочу немножко дальше сделать листочек я внутри войлока хожу и делаю это сильно дальше я хочу немного чуть чуть дальше чтобы они и не чистили так все что не нужно войлок у нас скрыл так делаем 3 листочек не за вот этим а все равно перед чтобы нам не ломать веточку и вот мы так прошиваем внутри войлока стараемся делать одинаковый уклон и одинаковые листочки но там вообще-то по желанию опять-таки в петельку петелечку задели вот у нас получился вот такой листочек потом вытягиваем уже немножко здесь то есть как удобно так и шьем кому удобно в один ряд шить сначала листочки но неудобно потом возвращаться вот теперь я сюда сделаю листочек так как на мимозе листочка не небольшие в то же время не могут быть разные по величине это тоже вопрос как говорится художник видит так телечку вот у нас уже получилось вот такие вот красненькие листочки и так шьем до конца закончил практически уже заканчиваю вышивать листочки на мимозе и хотела показать как начать новый листочек вот у меня я завязала узелок узелок завязала ну вот таким образом вот так и обрезала в ноль практически и вот как теперь потому что на вышивке это все с обратной стороны а у нас обратной стороны нет поэтому с обратной стороны должно быть вообще ничего не видно поэтому берем прокалываем вот вот здесь за веточкой вытаскиваем вот узелок у нас и мы его протаскиваем сильно потянула да нужно не сильно тянуть не резко там уже образовалась дырочка я его так подтягивая все ничего не видно абсолютно и теперь делаем веточку шьем как бы в обратную сторону получается так у нас нитка всегда лежит впереди нас перед иглой и вот мы шьем так как у нас здесь маленькое пространство есть то я его хочу закрыть и вот так поддеваю внутри войлока так закрылась и так шьем веточку до конца вот так поддеваем может быть сантиметр может меньше и в дырочку до дырочки да вот вот этой дырочки получается у нас вот такая красивая веточка и тут у меня я ее померила не нужен мелок я ее померила сколько мне ее сшить эту веточку вот она где-то здесь должно закончится я мелком определяю но у меня закончилась здесь именно листочек даже не сколько веточка сколько листочек то есть мне нужно закончить чуть чуть не доходя чуть ближе и вот тут буквально несколько стежков как бы шьем в обратную сторону и вот получается вот такая красивая веточка и вот нам нужно последний стежок сделать тоже вот дырочку и тогда получается ровно к вот что мы делаем теперь теперь нам нужно сделать листочек вот такой листочек нам нужно сделать но нитка у нас вот еще там можно либо сразу делать листочек либо вот я покажу как я вот сюда выложу немножко за зад сзади вернусь и и вот получилось у нас вот такая веточка чтобы сделать нам листочек нам нужно теперь шить вперед там где мы закончили веточку туда продеваем иголку но и на расстояние какого скажем так какой длины мы хотим листочек продеваем иголку и в петельку я уже показывал этот вариант вот у нас получается сильно не затягиваем потому что иначе она превратится в такой полосочкой вот непонятно что это листочек и теперь за петелькой которая у нас образовалась мы вдеваем и фиксируем этот листочек вот у меня на этом тапочке получилось два листочка можно 23 неважно вот я продеваю и видите получается этот листочек он как бы завернулся как зафиксировался теперь от там где у меня ниточка прямо с этой с этой же самой части я беру это же внутри войлока продеваю иголку накидываю петельку петельку и протягиваю вот у меня по и получился вот такой листочек теперь за вот эти зовут этой петелечкой я за одеваю и сделаю наверное еще один тут листочек мы там его нет ну не будет не туго и последний листочек мы делаем и потом я покажу как закончить вот не туго делаем даже можно назад чуть-чуть смотреть важно еще как ложится нитка вот она больше ложится вот так тогда петель тогда листочек более такой объемный чтобы не переворачивалась петелька что нам нужно сделать чтобы закончить потому что шить мы уже принципе закончили вот здесь я еще сделаю несколько веточек но для этого мне нужно сюда перейти если даже я перетяну нитку то мне не хватит смысла в этом нет то есть мне нужно обрезать эту нитку я закрепляю свой листочек вот таким образом потом беру под листочком прямо под ним чтобы скрывать свой вот этот узлик протягивание ну как обычно мы заканчиваем шить вот у меня образовался опять таки такой вот тоже узлик и теперь я внутри войлока просто протягиваю нитку и ее там прячу я могу ее сделать запутать запутывает то есть опять в эту же самую дырочку поворачиваю для того чтобы у меня образовалась внутри и еще разочек то есть я ее там запутала чтобы она вот таким зигзагом пошла чтобы случайно не высмокнулась то есть вот эти повороты они держат у меня нитку внутри вот на поверхности ничего не видно и обрезаем в ноль все вот у нас закончилась мы сделаем мы закончили и нитки вообще не видно не видно нигде начинали нигде заканчивали потом я тут подготовила у меня осталось на одном двое две ниточки которые я штри забрала 2 оставила так вот чтобы мне не делать опять не отматывать 3 ну то есть три нитки или четыре уже сильно роли не сыграет сильно это незаметно будет я ее сложила в 2 теперь отрежу одену одену в не так в иглу в общем-то это нужно деть в иглу с первого раза почти вот и у меня получилось вот такая ниточка то получается что у меня в одну мало в одну мало в 2 много я там немножко ошиблась вот получается что мы складываем две ниточки вот у меня осталось тут вот всего две ниточки я их сложила в два то есть четыре у меня получилось так бы у меня получилось 3 был пошел в мулине 5 и получается я в 4 и отдела в иголочку где у меня тут иголочка вот вот я ее одела и как обычно завязывая узелом обычный узелок завязывая обрезаю в ноль практически мне в ноль обрезана и сейчас прошьем еще у меня есть тут две две маленькие веточка вот они здесь находятся эти просто чисто две веточки можно их даже не прошивать ну я все таки прошли начать мне лучше а вот они с этой стороны идут вот мы смотрим вот я начну отсюда и точно так не нужно спрятать вот этот узелочек держится получается держится если я не уверена что он хорошо держится то можно его как бы таким образом зафиксировать и все у нас здесь зафиксировано либо под низом зафиксировать либо сверху сверху зафиксировать это и не так важно потому что сверху будут помпончики мимозки и но не будет видно иногда хочу показать что я заканчивала вот здесь протягивала нитку вот и вот здесь заканчивала и тогда я подошел когда приклею это мусор то она все приклеится очень будет видно вот точно также шьем в обратную сторону пару стежок нитка всегда впереди впереди меня скажем так выровняем ниточку два стежочка таких сделаю и в принципе этого достаточно этого достаточно вот нитка впереди должны найти впереди меня мне нужно попасть в ту же дырочку откуда уже шовчик есть вот мне в принципе это и достаточно следующая у меня идет вот здесь намечена эта веточка вот как мне к ней перейти сейчас вот я в край ввожу иголочку и сюда тоже в край получается я в начало веточки если намочить нитку то она не будет так путаться но между собой склеится и не будет путаться вот у меня тут веточка есть а теперь я шью вам то есть еще в обратную сторону нитка от меня нам нужно попасть ровно в ту дырочку откуда пошли дальше нитка за мной видите когда нет подошвы я могу и согнуть тапок и ну в общем то нужно это делать до посадки на подошву и также если мне нужно то я и закончу здесь в общем то нужно делать то того как оставите на подошву вот все в общем то с зеленым мы закончили как нам теперь закончить это то нашу прелесть точно так мы примерно по ним а я примерно понимаю где у меня будет цветочек вот у меня здесь цветочек где-то будет я вот там как раз и сделаю сюда подведу видно отлично и закрою как обычно мы заканчиваем можно пару раз но я делаю раз потому что нитка толстая и она сделает лишнее уплотнение если сюда цветок не ляжет то будет некрасиво а так она принципе и незаметно так ну и прячем как обычно нашу ниточку внутрь войлока то есть путаем ходы запутываем хода теперь можем сделать вот так пинцетик лежал подтягиваем чтобы ничего не было видно у нас но и в то же время не сильно затягивала тут такая как бы неровность образовывается и последний разочек мы сделаем так себе зигзаг все и срезаем в ноль все зеленая нитка нам уже не понадобится теперь у нас лежит такая косичка которую я навязала для вот таких вот малюсеньких помпончиков и я вот их теперь нарежу на пол на я режу помпончик так принципе столько сколько мне нужно то есть тут уже то что вы хотите длина помпончиков тоже ровно такая какой вы хотите она по не могут быть малюсенькие побольше единственное важно помнить что если вы сделаете по боль поменьше а захотите побольше то ничего сделать уже будет нельзя вот есть выкройка я на нее обрежу поровнее те которые у меня побольше получились я их обрежу вот удобно это делать маникюрными ножничками всяком случае мне удобно сейчас покажу несколько штук как я их пришиваю их можно даже обрезать на месте вот я сделала себе желтую ниточку такой же как из этих помпончиков я разделяю помпончик вот так вот как бы внутри разделяю чтобы поставить его на тапочек сюда продеваю иголочку это часть покороче вот получается что я продела внутрь сквозной и теперь примерно смотрю где у меня находятся эти помпончики цветочки вот один цветочек у меня вот здесь находится вот я его сюда вот так вот примерила ну где-то так где-то так от края я его сюда и посажу но опять таки все швы мы прячем внутри войлка то есть мы не прокалываем насквозь потому что нам это не нужно так теперь нам нужно закрепить хорошо вообще-то наверное лучше это делать одинарной потому что ее меньше видно а вот вот эти бубырышки я потом покажу как я буду делать вот их лучше делать вдвойную потому что они тогда по объем не и вот я еще раз возвращаюсь этого мало потому что если бы это было на картине нормально или на какой-то салфетки это было бы достаточно но так как у нас тапочек то нам нужно очень очень хорошо зафиксировать я теперь сюда продеваю он там проделся сам тапок и фиксирую таким образом чтобы у нас важно еще чтобы не заломили вот эти лепесточки что ли так теперь и так хорошо турника затягиваем и она несколько разворачивает этот помпон в ту сторону мне нужно его ну скажем так от центровать поэтому я теперь беру и и еще в эту сторону его от центровую его прокалываем там из-за но прокалывает нужно через середину чтобы нам схватить вот этот вот жгутик чтоб его раз оцентровать через него либо же вот таким образом это делать даже еще лучше наверно чтобы у нас потом не рассоединилась вот нам нужно если туда попали какие-то вот эти скажем так лепесточки нашего ниточки то нужно их поправить вот таким образом мы пришили помпончик таким образом и так мы дальше пришиваем как пришивать чтобы нитку мы не отрываем то есть у нас все нитки идут внутри войлока чем это и в принципе внутри ничего нет все чистенько гладенько никаких тебе не комфортно потому что это все ножки идет и это будет некрасиво вот можем вот так и смотрим где у нас следующий у нас вот здесь вот еще есть получается 1 где-то тут мы сравниваем получилось это здесь вот я отмечу сейчас это место мелком и продеваю сюда иголочку вытягиваем из-за того что я сначала сделала 2 а потом разрезала мне получилось сильно большая неудобно но ничего страшного опять мы продеваем внутрь по ходу ниточек вот здесь расправляем чтоб она так прям села как . чтоб этот нос помпончик сел вот он у нас сел а теперь нам его нужно зафиксировать и вот мы его сначала в эту сторону видно да пришиваем вот он у нас немножко забрал мы освободим поправим немножко вот видите и он развернулся вот стал в ту сторону теперь нам нужно вот чтобы такого не было нам нужно его отцентровать и опять я через вверх я продеваю иглу через тапок и вот смотрите он сейчас отцентруются видно я поправляю все ниточки на помпончике вот и смотрите и он развернулся если одного раза недостаточно можно еще разочек вот и я вижу что нужно еще разочек его развернуть теперь мне нужно его с под низу нитку перенаправить сюда в эту сторону куда мне нужно его отцентровать чтобы он сюда и наклонялся видно что он теперь мне нужно его поддеваю через центр и выхожу через тапочек вниз поправляю нитки на помпончике чтобы он не сделал залысину нам вот эта нитка вот и когда я вот так его зажимаю видно сразу что оно отцентровалось то есть он не на бок лег а прямо по центру зафиксировался вот таким образом мы пришиваем все все эти цветочки но хочу показать сразу как я буду делать вот эти вот штучки они тоже произвольные вот у меня получается вот здесь вот две штучки есть такие два не раскрывшихся бубу бутончики и вот у меня примерно вот здесь первый бутончик будет мне теперь нужна нитка двойная а я все там помните разрезала поэтому я ее вот это вот можно будет потом вот у меня уже две как я делаю теперь я поддеваю и наматываю три-четыре раза все зависит от того какой величины вы хотите бутончик и какая толщина у вас желтой нитки раз это два три-четыре-четыре это вышивка року-ко-ко вот тогда таким образом у меня образовывается я поправляю образовывается батончик если мало можно еще то есть можно маленькие можно побольше я хочу здесь побольше сделать это он как раз два три четыре вот я придерживаю рукой и получился мне такой бутончик потом у меня идет он чуть дальше вот у меня один вот второй и вот я дальше получается делаю следующий батончик я прошло теперь так вот мне так получился бутончик теперь опять делаем бутончик раз два три три четыре придерживаю образовался такой бутончик потом пошли дальше где у нас тут эти бутончики такие бутончики вот закончила уже два такие у меня красавчика получилось ну последнюю сейчас бутончик доделаю стиль року-ко-ко вышивка раз два три четыре придерживая затяиваем вот ну на этом тапочки уже все здесь у меня получилось 9 9 помпончиков а здесь 8 и вот у меня здесь вот очень хочется мне сюда один прилепить пришить вот я его сейчас тоже пришил и будет вот такие красивущие тапочки но сейчас я покажу как я закончу вот я продела а теперь мне нужно закончить просто вот такой у меня получился бутончик бутончик здесь мне просто нужно либо попетлять внутри есть такой пинцетчик удобно таким зигзагами внутри войлока его и не видно и хорошо закрепляется нитка не разболтается и последний разочек куда-нибудь без разницы куда все равно вот у меня здесь иголочка появилась хорошо затягиваем и обрезаем так как у меня здесь помпончик то я обрежу не в ноль а дополни помпончик вот и все ну сейчас последний прыщу вот здесь один вот мне кажется что все таки мимоска она должна быть плотненько вот такая вот красота вот 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 вот